Принять то, что шествие бессмертного полка, как и парада победы 9 мая не будет трудно. В этом году акция пройдет онлайн, как почти все сейчас. Вариантов несколько. Интернет, кинотеатры, соцсети. Можно загрузить фотографии родных участников войны и дружеников тыла. Потом это будет один общий видеоряд. И еще отличная идея авторов онлайн-акции. 9 мая в 7 вечера после минуты молчания всем выйти на балконы с портретами своих близких. Это будет означать, герои вернулись домой. И в этот святой для всех в России день. Они вместе с нами. Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою. О тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них. И вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню. День Победы. Это и есть наше единение. Этому совету решил последовать и Магомед Сагов. Для него память о дедушке-ветеране Тугане Хаджимуковиче Мальсагове бесценна. За все эти годы он никогда не пропускал акцию «Бессмертный полк». Не пропустит и в этом. Правда, совсем в другом онлайн-формате. Я предлагаю со своим участником Великой Отечественной войны выйти в эфир и присоединиться на «Бессмертный полк». Вот как я сегодня выхожу со своим дедушкой, защитником Кавказа, который в ожесточенных боях, битве за Кавказ, был тяжело ранен под Ростовом и приехал с войны инвалидом второй группы в Великой Отечественной войне. Надо сказать, когда он попал под бомбежку вражескую, под осколочные снаряды, он лежал в поле павших. Через считанные дни в регионе потомки солдат 40-х вновь готовились пройти с портретами своих родственников встроенными рядами. Только в прошлом году на главную площадь Магаза их вышло более 10 тысяч человек. И стар, и млад, доказывая, что время не властно над памятью. «Бессмертный полк» — это наша история. Это сотни тысяч героев Великой Отечественной войны, пожертвовавших своей жизнью ради страны, ради победы. За несколько лет акция стала общенародным движением, в котором по зову сердца принимают участие жители разных стран мира. Ветераны армии и флота, труженики тыла и партизаны, узники фашистских лагерей, блокадники, бойцы сопротивления. «Бессмертный полк» связывает единой ниткой всех, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. «Бессмертный полк» ежегодно проходит во всех городах России. И не только. К патриотической акции присоединяются жители Швейцарии, Бельгии, Австралии, Канады, Греции, Швеции, Израиле, Эстонии, Германии и многих других стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, глядя на масштабность акции, сложно представить, что первый «Бессмертный полк» состоял из нескольких сотен людей и прошел только в одном городе. Им стал Томск. В 2012-м ряд активистов вышли на улицы с портретами своих предков, героев, победивших фашизм, писав таким образом в летопись «Бессмертного полка» сотни тысяч фамилий героев, которые должны идти победным маршем в любые времена. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. Так и зародилась эта светлая, добрая традиция. И наша с вами задача присоединиться к акции «Дистанционно», как доказательство того, что подвиг защитников не будет забыт, даже глядя в лицо всемирной угрозе. Зелимхан Калоев, Имран Гасаров, Новости 24.